Велогонка, настольный теннис, волейбол, цигун, мастер-классы и русские народные забавы. Так масштабно в поселке Лунева отметили День физкультурника. На центральном стадионе собрались и дети, и взрослые. В общем, все те, кто любит спорт и здоровый образ жизни. Спорт – это здоровье, спорт – это жизнь. Сегодня происходило награждение лучших работников муниципального учреждения спорт. Все эти сотрудники работают давно, естественно, вкладывают свои силы в патриотическое, в спортивное воспитание нашей молодежи. Эти девочки впервые выступают перед публикой. Направление черлидинг открылось в Лунево недавно, этой весной. Но спортсменки уже показывают хорошие результаты. Они такие яркие, настойчивые, на все сложности закрывают глаза, стараются все препятствия преодолеть. Если есть мечта, если есть желание, то всегда можно постараться добиться и получить высокие спортивные результаты. В этот день любой желающий мог приобщиться к спорту. На стадионе одновременно проходили разные соревнования. Самая зрелищная борьба развернулась на футбольном поле. Здесь сразились женские команды из Лунева и Солнечногорска. Молодец, дай за конца! Ирина Сбродько – капитан женской сборной из Лунева. Ее команда с ярким названием «Ни мамкой» образовалась всего год назад. Среди спортсменок только любители. Но это не мешает девушкам участвовать в разных турнирах и побеждать. У нас совершенно разные люди. Есть великолепный кондитер, логисты, бухгалтеры, СММщики. Вообще кто угодно. Вообще разные профессии. Нашим детям нравится футбол. Поэтому мы решили их тоже увлечение примерить на себя. Ну и как-то сроднились душой. Но мужчины собрались на другом поле. Они играли в килу. Это традиционная русская забава. Правила просты и понятны. Мяч можно отбивать руками и ногами. Здесь главная задача – занести его в зону противника. Не остались в стороне и юные спортсмены. Для детей провели велозабег и турнир по настольному теннису. А еще участникам спортивного праздника предложили сразиться в равном поединке. Готовы? Готовы? Тогда начали! Погоди, как в бой. Давай сразу. Для того, чтобы воспитать настоящего патриота, важно прививать любовь к истории. На празднике любой желающий мог почувствовать себя настоящим рыцарем или русским богатырем, примерить доспехи и изучить разные виды оружия. Вот это, например, дубина. С ее помощью русские богатыри. Тренировали свою силушку и учились бороться с противником. В конце спортивного праздника отметили победителей. Они получили заслуженные награды и бесплатный попкорн. Юлиана Мазырина, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.